добрый вечер коллеги как меня слышно поставьте плюсики пожалуйста коллеги меня слышно или нет коллеги как меня слышно а пишите значит наверно слышно пробую настроить чтобы работало все нормально потому что хотелось бы конечно сегодня показать вам рабочий стол но не знаю получится или нет нам рассказали как это должно быть поэтому кое-что поменяю отлично все замечательно давайте мы пока перейдем с вами на это на слайдовую презентацию если получится то я уже тогда это рабочий стол вам через рабочий стол покажу несколько вариантов если нет тогда мы просто с вами поработаем с презентацией и все и так и так у нас сегодня тема сегодня провожу проводит ударе провожу я дарил у нас уехала с семьей на недельку отдыхать к родителям поэтому она немножечко сегодня у нас в таком и наблюдательной позиции в отдыхающей и так оформление страниц соцсетях генеральная уборка вообще обработка огромное множество материала которое и вообще очень много работы когда мы оформляем страницы в соцсетях все объять необъятное сегодня мы конечно же не сможем мы сегодня с вами будем говорить про генеральную уборку я конечно это прям слова специально поставила потому что несмотря на то что у нас есть на нашем обучающем сайте информация несмотря на то что мы уже давали огромное множество материала все равно заходя на странички наших коллег из нашей команды вижу что очень многих есть ошибки ошибки не в плане того что как они вообще ведут себя добрый вечер владимир не в плане того как ведут себя в соцсетях а в плане того что они продвигают вот на прошлом занятии дарья давала шикарную тему это позиционирование себя именно не просто бренда именно позиционирование и вам необходимо нужно было поработать с аватаром клиента определить вообще свою целевую аудиторию это очень важный фактор потому что обращая внимание на те обучения которые вот три урока давала дарья в самом начале перед этим обучением там прям вот это ключевая задача потому что если вы не определили еще свою целевую аудиторию на что вы будете где вы будете продвигать наш кому вы будете продвигать свою информацию или вы будете просто общаться на своей страничке это играет большую роль ну и давайте перейдем а что же такое мы в соцсетях важный очень момент на что нужно в первую очередь обратить внимание именно продвижение потому что мы вас обучаем не так как просто общаться в социальных сетях это делать может каждый и многие из вас прекрасные дружат и общаются и выкладывают картинки и что-то там пишут то есть делают а именно в продвижении в соцсетях играет роль как выглядит ваша страничка и соцсети одну огромное множество ключевые конечно же это youtube канал это фейсбук это вконтакт и это инстаграм мы сегодня с вами будем говорить в общем не перед не будем переходить на детали но все-таки большей степени я буду вам показывать страничке вконтакте это проще это быстрее а потом уже в дальнейшем я так понимаю что дарья нам будет давать уже и обучение по конкретным соцсетям как там в как как работать именно в них какие же ошибки существуют оформления страниц сегодня каждая уважающая себя компания я не убрала специально это слово именно специально его поставила компания имеет представительство соцсетях почему говорю компания а не говорю вы потому что если вы лично на своей странице или в своей группе продвигаете компанию фаберлик и одну одной из направлений или несколько преимуществ на своей странице вы продвигаете то вас воспринимают как компанию то есть если вы показываете не только себя а себя в контексте компании то тогда это как раз вот идет продвижение но к сожалению многие допускают ошибки я выделила самые основные на что вам необходимо обратить внимание потому что после этого обучения вам нужно будет прошерстить свои соцсети именно свои странички посмотреть что у вас там визуально видно большинство из них именно этих страниц или групп мало чем отличаются друг от друга если вы наберете в поисковике в контакт наберете в поисковике фаберлик то вы увидите какое огромное количество групп выглядит одинаково без позиционирования лично себя очень огромное количество групп ставит картинку именно каталога или какую-то картинку которые у нас представлены в личном кабинете с одной стороны вроде бы да соответствие с другой стороны когда знаете как я это называю сиамские близнецы и когда человек заходит для того чтобы что-то найти или кого-то найти уникального ему без разницы он наберет фаберлик и он зайдет в самую первую попавшуюся потому что если вы не будете отличаться ничем и если у вас не будет вот такого знаете внешнего облика какого-то необычного которое привлекает внимание а будете все одинаковые абсолютно то он пойдет туда куда кто ну в первую самую кнопочку и нажмет это первый момент второй момент человек который идет на бизнес на партнерство они просто купить продукт он всегда ищет кого-то уникального и отличающийся от других соответственно в этой ситуации он будет смотреть рассматривать огромное количество страниц для того чтобы выбрать того самого важного сад который подходит ему знаете как вот он он понимает если он смотрит ему не нравится свой и чужой то есть он будет видеть чужих нету соответствия вместе с ним целевая аудитория если вы делаете упор то человек именно по вашей целевой аудитории когда пойдет он будет визуально в первую очередь визуально он будет рассматривать если он увидит он на меня похоже вот это мне нравится он именно туда и пойдет именно партнер на бизнес пойдет на определенную уникальную страницу поэтому вам нужно будет зайти на свои соцсети и посмотреть взглядом на себя самой или себя самого а посмотреть взглядом именно как будто бы со стороны человек пришел что он видит на вашей странице заинтересуется ли он вами не оттолкнет ли что-то на вашей странице этого человека чтобы он сделал выбор вашу пользу это вот вам как домашнее задание чтобы вы обязательно проверили вторая ошибка умный дизайн и ворованный контент вот очень многие во первых вот например если в контакте практически нету дизайна но там это я вам покажу картинки как можно сделать чтобы это было красиво если в контакте например есть ошибки что все посты они идут в бегущей ленте а этого не должно быть то фейсбуке однозначно дизайн должен быть там можно вставить баннер там можно вставить какой-то логотип свой личный там нужно много что добавить в инстаграме тоже самое есть живые ленты в инстаграме а есть очень красивые вот такие расположения если у нас получится сегодня то я вам покажу несколько вариантов или хотя бы один чтобы вы понимали о чем я говорю то есть ваш дизайн может привлечь к вам людей определенных по определенной целевой аудитории еще раз повторяю мы не говорим о той странице в которой вы только пришли общаться если вы хотите на одной странице просто общаться и больше ничего не продвигать тогда заведите другую страницу в которой вы начнете заниматься профессиональным продвижением себя нашей команды компании faberlic бренда определенных определенных позиций то есть направлять людей в определенное русло но там все равно она должна быть с вашей фотографией если вы хотите на своей странице все-таки продолжать вот именно профессиональное продвижение тогда нужно ее обязательно просмотреть потому что до этого времени вы вероятнее всего набросали там уже все что можно вообще позволить и как они когда вы продвигаете и хотите быть вот такой серьезной компании я еще раз повторяю то у придется некоторые фотографии некоторые видео убрать когда я вообще только начала работать соцсетях мы прям шерстили наши соцсети мы прям просматривали страницы и очень много фотографий было удалено потому что если я продвигаю бизнес и бизнес леди то фотографии в купальниках там большей степени были или друг такие неосознанные не рабочие больше было о жизни хотя фотография жизни нужны но они должны быть культурные и красивые на привлечения на что-то и следующая ошибка отсюда низкая активность подписчиков если умный дизайн и одинаковые вообще одинаковые сиамские близнецы то отсюда низкая активность подписчиков потому что вы не интересны отсюда и соответствующая низкая конверсия знаете почему почему мы вам говорим создавайте свои посты конечно конечно мы не мы не как как сказать мы не против если вам нравится наш пост вы берете копируете к себе переносите без проблем но интернет видеть сам то есть есть такие программы которые по конверсии видят уникальный у вас текст или вы его взяли откуда-то может быть вы его скопировали с какой-то страницы совершенно чужого человека и вот его текст вот у вас одинаковый текст и у него одинаковый текст вот у него текст будет подниматься вверх по конверсии и естественно быть на первых страницах а ваш текст он будет самом где-то глубине потому что текст не уникальный поэтому конечно можно делать шаблоны но лучше все таки делать не шаблоны альбут потому что это метод спама а лучше все таки создавать свои уникальные посты уникальный текст он должен отличаться от всех остальных и такая история на каждом шагу действительно происходит потому что если вы зайдете посмотрите разные странички вы увидите что некоторые просто повторяют друг друга перекидывают понравилось какой-то пост перекинули к себе понравилось от другого перекинули к себе и в конечном итоге когда заходишь на эту страничку человека а у него там он продвигает тетю путь пупкина дядю васю какого-то там какую-то группу даже фаберлик там непонятно кто он на самом деле потому что там в основном все посты перед постами с разных групп с разных страниц и соответственно когда человек заходит вы для него как пустышка он вас не воспринимает как личность он не интересуется вами не будет интересоваться он может наоборот сказать ого как как вот это вася пупкин красивый пост какой написал ну-ка я зайду к нему потому что там есть ссылочка на этого человека прям в имя его он может нажать и просто уйти туда или в ту группу которая вам не принадлежит чтобы не повторять печальный опыт коллег как многие сейчас делают давайте разберемся каким должны быть хорош хороший дизайн на фейсбуке и вк мы конечно же совсем немножечко посмотрим но я просто покажу вам что категорически нельзя делать и что лучше делать вот обратите внимание я просто сделал несколько скринов со страниц очень часто у многих бывают вот такие странички она вроде бы не фейковая то есть она вроде бы личная но человека самого нету есть картинка и продвижение картинок то есть это вот мне не интересно с таким человеком общаться напишите пожалуйста что вы чувствуете когда вы виде видите вот такую страничку и например с этой страничке вам сделали какое-то предложение как вы будете вас воспринимать этого человека напишите по одному слову хотя бы чтобы я понимала что ваши эмоции ваши ощущения давайте жду даже не смотрю его страницу согласно абсолютно потому что ну непонятно с кем мы разговариваем непонятно кто на той стороне или вообще пустой экран то есть может не быть фотографии или бывают знаете как кошечки какие-нибудь или такие прикольные собачки я общаюсь только с теми у кого есть фото настоящая отлично галина вот знаете как когда вы встречаете человека на улице и у него например представьте что или шарфом бизнесу и фаберлик конечно нет это не имеет отношения к фаберлик я просто сделала ну как дополнительные какие-то моменты потому что ну вот здесь вот на самом деле человека нет когда мы на улице встречаем человека мы видим человека мы видим его лицо мы видим его эмоции и соответственно мы можем действительно что-то там если даже человек молчит абсолютно несерьезно то мы хотя бы можем воспринимать этого человека по его мимике по его жестам движения соцсети это тоже человек страница это конкретный человек и ок почему важно чтобы были разные фотографии с разными эмоциями в разных местах потому что по вашим фотографиям вас изучают где вы были чем вы интересуетесь какой вы на самом деле поэтому вот фейковые картинки противопоказаны вот особенно на аватарке давайте посмотрим еще один вариант который категорически нельзя вот здесь девушка красивая девушка но все ее фотографии показывают такое вот куда она привлекает здесь однозначно у него будет огромное количество сообщений но они будут определенного формата и вот на аватарку ни в коем случае нельзя ставить фотографию в купальнике какая бы некрасиво какое бы красиво у вас тело не было не должно быть большое количество сексуальных фотографий потому что до к вам начнут клеится и добавляться в друзья одни мужчины которые а если мужчина будет в выставлять свою фотографию тоже такую особенную я вам сегодня не скинула на я прям сегодня хохотала я нашла мужчина с голым торсом и стоит в юбке и в какой-то деревне я вообще не поняла кто это и зачем он такую фотографию выложил поэтому если на ваших страницах есть фотографии которые которые например а сексуального формата то ну или посмотрите могут ли они в принципе не вызывать провокацию или хотя бы удалить их ну оставьте для себя любимого ну отправьте своим знакомым в личку но не выставляйте на показ вот какие-то вот такие подобные фотографии потому что вас не будут серьезно воспринимать и когда вы начнете разговаривать о бизнесе или каких-то предложениях вас не воспримут начнут предлагать огромное множество разных встреч и тому подобное вот еще одна фотография и страничка не вверху обратите внимание как описание сейчас я попробую увеличить я вышел на охоту цыпочки держитесь я конечно понимаю что вы такие фразы не будете бросать но в любом случае вот и у него смотрите у него нету города родного день рождения ну ладно это пусть будет так убрали конечно же тут фамилию но в любом случае вот то что у вас написано в самом верху это показатель того кто вы и чем вы занимаетесь смешной да но понимаете как даже если он даже бы продвигал что я цыпочки держитесь я вышел на охоту то фотографию надо было бы вставить ого-го какую здесь для того чтобы все таки хоть хотя бы цыпочки эти среагировали поэтому вот думайте что стоит у вас на аватарке думаете что вы собой позиционируете на аватарке и какой у вас слоган именно вот призыв к действию самое главное то что вверху читается и конечно же пишите свой родной город не стесняйтесь потому что если вы будете писать как у него ноль то это тоже принцип доверия теряется к вам люди когда идут они прежде чем попасть к вам и написать вам что-то вопрос они будут смотреть вашу подробную информацию чем вы интересуетесь чем вы занимаетесь где вы работаете сейчас конечно не требуется большое количество информации о вас но чем она все-таки будет более полная тем больше о вас узнает человек поэтому когда вы будете писать вот над своим над своей фотографии в подробностях про себя подумайте что вы хотите именно там отметить для того чтобы когда человек будет с вами знакомиться вы же не можете с ним поговорить через соцсети только потом если у него появится желание поэтому соответственно думайте что вы хотите донести и как у себя хотите спать спозиционировать и лучше конечно если вы будете это к целевой аудитории вот еще одна фотография очень многих вот на этой бегущей страничке большое количество фотографий которые не относятся абсолютно человеку чья страница я понимаю что мы очень любим деток я понимаю что мы любим своих мужчин я все понимаю но смотрите какой момент когда вы например выложили фотографию детей предположим то вот с этой бегущей страничке уберите она останется у вас в альбоме она останется у вас на на в посте в каком то например что то вы написали мой любимый ребеночек я это вот дай бог чтобы у тебя было здоровье или там еще что то если вы потом если фотографируете ребенка сфотографируйте его на коленях у себя то есть покажите что это ваш ребенок если вы хотите выложить фотографию мужчины сфотографируйтесь рядом с мужчиной но еще обратите внимание опять же на позиционирование не бойтесь своих желаний бойтесь моих мне вот вот напишите что вы чувствуете с этой страницы меня точно я уже даже побоялась в этой страницу заходить потому что вот внешний облик этой страницы показывает странная ну знаете как неразвитая психика то есть отпугивает неприятно еще обратите внимание вот на фотографии когда вы выкладываете помните что у вас сзади вас да статус правильно спасибо большое владимир что у вас фоном если у вас там фоном висят пеленки или или не убранная кровать или еще что-то такое некрасивое то такую фотографию на аватарку ставить категорически нельзя потому что вас будут считывать пусть лучше это будет или красивый образ вашей квартире если вот спасибо сабина и пусть у вас будет красивый образ самое красивое место выберите в квартире сфотографируйтесь если вы не в квартире то сделайте для аватарки специальную фотографию где-то в каком-то отеле в каком-то магазине пусть образ вас будет лаконичный уверенный сильный красивый вы должны быть красивы и сами лицом и одежда на вас и то что находится у вас за спиной потому что люди которые заходят они воспринимают каждую деталь на вашей фотографии сейчас мы уходим с этого поста и двигаемся дальше смотрим дальше это я вам только часть вот таких вот ошибок сделал показала чтобы вам было проще ну чтоб понять не было давайте разберем зачем нужен нужен вообще уникальный дизайн что нам дает если есть несколько причин которые должны заставить вас задуматься об улучшении дизайна группы и не только группами своей странице первое привлекательная уникальная страница фейсбуке или в к и в инстаграме в том числе говорит пользователю о серьезности намерений компании всегда помните не я помните что вы представляет представитель компании что вы представитель нашей команды вы представляете на своих страницах и в группах великую компанию faberlic и нашу уникальную группу команду faberlic project поэтому думайте вы представить вашем лице узнают нашу команду узнают компанию faberlic и подсознательно вызывает доверие если видят что у вас серьезная страница серьезное лицо серьезный фон за спиной много вот такого серьезного и очень важного то люди начинают больше вам доверять второе качественный дизайн ведет пользователя в нужном направлении то есть если вы вы должны были выбрать определенную целевую аудиторию и если у вас например баннер какой-то или какое-то направление и вот именно слоган определенный и вот вот все в определенном направлении она как раз и ведет пользователя в нужном направлении вы всем своим видом всей своей страничкой, представьте, вот представьте свою страничку, посмотрите, и представьте, что вы бы так выглядели в жизни, лично вы, захотели бы вы так выглядеть, как выглядит ваша страница, перекидывайте на жизнь, потому что соцсети это та же самая жизнь, и подталкивает вступить в группу, подать вам заявку в друзья, перейти по ссылке, прочитать пост, посмотреть видео, которое у вас есть, то есть выполнить целевое действие, вы же направляете, и, соответственно, вы, человек, выполняет это целевое действие, если все грамотно оформлено. Третье, оригинальное оформление цепляет и заставляет посетителя периодически заходить на страницу, чтобы посмотреть, не появилось ли что-нибудь новенькое. Здесь очень хорошо, если вы будете, например, создадите для себя серию, прям серию, как телесериал постов, то есть вы, например, планируете для себя, что вы в течение недели или, например, в течение даже двух недель делаете одну тему. Вот сейчас те, кто был на моих страницах в соцсетях, увидите, что у меня сейчас идет серия именно постов, постов, эта серия постов направлена, как стать уверенным в себе. И у меня фотографии, они из одной серии, из одного мероприятия, и также у меня еще и сами посты, они все одинаковые. То есть если у вас очень интересный пост и интересное оформление, то человек, прочитав один пост, он будет ждать в следующий раз, что когда вы выложите следующий пост, он будет бежать, чтобы прочитать его вновь. То есть вы таким образом привлекаете большее количество друзей, которые есть у вас на странице, потому что многие друзья не читают вас, если вы неинтересны, если вы, ну, вот, неэксклюзивны. И, а если вы делаете это все правильно, они прям будут каждый день проверять, что же она там такого интересного написала, может быть, что-то еще для меня полезное. Грамотный дизайн страницы, группы или паблика способствует правильному позиционированию бренда, об этом говорила вам Дарья в первых уроках, быстрой раскрутки, то есть ваша страница начинает быстрее раскручиваться, потому что люди начинают делиться вашими постами. Те, кто не продвигается в соцсетях, и даже те, кто продвигается, многие не понимают вот этой ошибки перекидывания постов на свою страницу, и получается, что они вас продвигают. Чем больше перепостов, чем больше лайков, чем больше комментариев на ваших страницах, чем больше интереса и просмотров на вашей странице, соответственно, тем быстрее раскручивается ваша страница, соответственно, раскручивается ваш бренд. Они, причем, знаете как, они могут перекинуть к себе, а там подруга прочитала, пошла читать и предлагает вам дружбу. То есть вы быстрее начинаете двигаться и подниматься в топов. Увеличение конверсии, это вот то, что я говорю, это увеличение конверсии прихода людей к вам, людей, которые остаются на вашей странице, потому что есть, например, можно проверить статистику своей страницы и увидеть, интересны вы или нет, потому что у вас график будет или расти вверх, или он падает вниз, или он лежит в стагнации. Если у вас, например, вы увидите в анализе, что у вас идет падение, значит, вы не тот контент выкладываете, значит, ваши посты неправильно оформлены, значит, ваши фотографии и ваше направление, они правильно вообще двигаются, и вероятнее всего вы перепутали несколько целевых аудиторий, все вместе, все обо всем, и нет конкретики, и нет точечного битья, чтобы действительно точечно приходили к вам люди. Про увеличение конверсии я вам сказала, если все правильно, а также экономит время и деньги ваши, затраченные на продвижение, потому что если вы правильно все делаете, то вам даже не нужно оплачивать деньги, ваш контент и ваши страницы, они начнут продвигаться и подниматься в топах. И, соответственно, вам не нужно будет платить деньги. Дополнительно вы можете потом уже сделать рекламу в ВКонтакте или в соцсетях, и это будет дополнительно, где вы будете привлекать не просто на регистрацию, например, в компанию, а будете даже привлекать в свои группы, будете привлекать на свои страницы, то есть вы будете вместе и здесь, и в рекламе, вы будете соответствовать образу и рекламы, и образу на вашей странице. Давайте будем двигаться дальше, если есть какие-то вопросы, задавайте, потому что время у нас ограничено. Вот посмотрите, как можно оригинально оформить страницу ВКонтакте. То есть, получается, здесь есть основной элемент, это аватарка. Видите аватарку? Основной элемент. Потом идет бегущая страница, бегущие фотографии, и там непонятно, что зафиксировано, как у той девушки, которая там у ребенка и муж и все подряд, а тут продолжение тела. А еще и внизу закрепленный пост, на который переходят ноги. Смотрите, как интересно, и как красочно, и как необычно. И как показывается это как профессионализм. Причем есть огромное количество разных программ, в которых можно это сделать. И это несложно. Закрепить, и когда вы будете выкладывать посты на свои страницы, они будут вставать вот в место, где животик и грудь у девушки, но вы будете их просто постоянно удалять, и бегущая вот эта вот строка с фотографиями будет оставаться постоянной в одном месте. Можно ли охватить несколько целевых аудиторий, чтобы реализоваться все три возможности? Нежелательно, Владимир, чем она у вас узконаправленная, целевая аудитория, тем быстрее вы подниметесь, у вас быстрее, выше будет конверсия, и тем вы будете интереснее. Я сейчас объясню, почему. Представьте такую ситуацию. К вам приходит мужчина-бизнесмен, предприниматель, который конкретно хочет строить бизнес, а на вашей странице он видит флакончики, о которых вы рассказываете, и их очень много, или вы рассказываете о продажах. Он может попасть в тот момент, когда вы выложили пост про продажу. И тогда, соответственно, бизнесмен не захочет с вами сотрудничать. Можно, знаете как, можно использовать какую ситуацию? Из позиции, например, вы рассказываете про консультантов, но из позиции, как руководитель, как преподаватель, какие бывают виды достижений, какие бывают вообще консультанты, и как они должны вот-вот двигаться. Если вы всегда будете держать одну позицию руководителя и из этой позиции делать посты, то к вам придут бизнесмены, однозначно. Если вы будете привлекать на продукт, вы должны быть очень вкусными, но там бизнесмены могут не прийти, если только не сетевики, которые понимают это. Так, у Аллы вопрос, а можно ли Фаберлик приглашать на ВК на продажи? Не поняла, можно ли Фаберлик приглашать на бизнес? А, Фейсбуки на бизнес? Можно. Почему нет? Можно. Вы можете сделать разные группы, разные страницы, например. Просто вам удобнее, если у вас везде одно направление. Знаете почему? Потому что если вы, например, делаете посты и серию, серию постингов и серию конкретных постов для одного направления, то вы уже не сможете перекинуть Фейсбуку. Очень удобно делать ВКонтакте или в Инстаграме, а потом перекидывать и ВКонтакт, и Фейсбук. Вот у меня, например, занимает очень мало времени, потому что везде мои посты одинаковые. Я сделала только для Инстаграма, а потом уже перенесла во все соцсети. Экономия времени огромная, потому что одно целевое направление, одна целевая аудитория. Но если вы хотите, и у вас есть возможность развивать два направления, без проблем, но имейте в виду, это займет больше времени и больше, знаете, как внутреннего ресурса вашего. То есть на привлечение. У меня такой человек в структуре ушел, так как его интересовало столько, интересовало, сколько я привожу в каталог сам и какой заработок. Вот. Есть у меня на данный момент. А сам даже ни разу не пришел ни на школу новичка. Вот. Люди, вот смотрите, когда вы выбираете конкретную целевую аудиторию, вы себя позиционируете по отношению к этой целевой аудитории, и даже если вы не можете делать что-то, вы заставляете себя это делать. Потому что вы понимаете, на меня смотрят именно эти люди. Если вы приглашаете в бизнес продавцов и направление делаете продажи, то вы должны быть обязательно продавцом. Потому что ваши консультанты будут задавать вам вопросы. А вы на сколько продаете? А вы как это делаете? А вам будет нечем поделиться. Поэтому вот здесь вот очень важно узконаправленная целевая аудитория. Давайте посмотрим, какие еще есть красивые оформления. Я специально... Вот смотрите, еще какое интересное оформление. То есть такое таинственное какое-то оформление. Видите, по той же схеме оно выложено. Единственное, что разбито лицо. Вот фотография лица и разбито на разные сегменты. Давайте посмотрим еще одно направление. И по сути это можно делать... Вот, например, это в группе ВКонтакте. Вот тоже можно сделать... Справа идет аватарка. По центру идут такие же бегущие фотографии. И есть баннер. И если это объединить в одно, в один вот такой формат, будет очень красиво, будет очень необычно. Это вот просто. Знаете, как можно сделать? Можно сделать, например, на своей странице. Вы ведете одно направление, но вы пишете. Если вам больше интересно продажи, то вы можете зайти вот в эту мою группу по продажам. И у вас должна быть группа по продажам, где вы будете это целевое направление, целевую аудиторию эту держать. Если вас больше интересует продукт, у меня есть группа по продукту. То есть вы как руководитель имеете организованных несколько групп. И там вы уже приглашаете на эти группы. Это очень интересно, это очень правильно. Единственное, что это занимает больше времени. А как же новичкам приглашать, если выбрал направление бизнес? Владимир, с новичками необходимо разговорить. Это вот тема другого дня, не сегодняшнего. Но я все-таки отвечу. Когда люди приходят в бизнес, то нужно обязательно с ними поговорить и четко понять, пришли ли они в бизнес или нет. В этой ситуации нужно упростить себе задачу. Вы можете просто дать этому человеку определенное задание и дать срок выполнения, например, два дня. И вы увидите, если за два дня человек это выполнил, значит, человек действительно пришел строить бизнес. Если человек не выполнил, значит, он просто говорит. Но это тема наставничества и сопровождения. А сегодня мы с вами говорим о целевой аудитории, о конкретных людях, которых мы приглашаем и на что мы приглашаем. Напишите парочку слов. Вот смотрите, еще какая удивительная и необычная страничка. Хотя это не группа. И тоже два закрепленных поста. И смотрите, как интересно смотрится. То есть варианты вы можете придумать самостоятельно. Но программ... Я вот посмотрела огромное множество вообще в интернете, которые программке помогают на одной фотографии, одна фотография какая-то, специально вот сделанная как фотосессия. И эта фотография просто по определенной технологии разбивается и вставляется. И никаких проблем. Напишите по одному слову, что вы думаете про вот эти интересные странички. Что вызывают они у вас, когда вы смотрите на такие дизайны. Это я вам просто так вот, знаете, как примеры привела красивого и интересного дизайна. И действительно, вот такими страницами люди будут интересоваться. Пока вы пишете, как же так научиться делать? Галина, есть программки специальные. Я постараюсь найти программку, в которую можно это разбивать. В принципе, это не сложно. Это есть и в телефоне. Есть можно закачать программку. Огромное множество. Интерес, восторг. Это необычно. Хочется наблюдать за ним. Да, тут понимаешь, что человек творческий. Когда вот такие вот интересные вещи происходят, то понимаешь, что творческий. Что действительно человек может что-то еще интересное такое дать и может быть полезно. Если, предположим, я, например, не хочу в его... Если бы он продвигал сетевой бизнес, и я не хотела бы в его сетевой бизнес, то однозначно я бы подружилась с таким человеком, потому что мне бы было интересно понаблюдать и взять что-то для себя, как пример, как он это делает. Потому что я могу это реализовать, вот эти такие интересные вещи, на своей странице. Я могу дополнить свою страницу и стать более интересной. Вот, Елена написала, восхищаюсь. И стать более интересной. Поэтому вот за такими людьми надо наблюдать. В крайнем случае, и это тоже не страшно, пока вы не научились, например, разбивать вот так вот фотографии, а в принципе это есть такая возможность, есть такие программки, хочется подписаться на них и наблюдать за ними точно, Елизавета, то у вас должна быть аватарка очень грамотная, красивая, где она будет отражать вас, знаете, как чтобы на вас смотрели и восхищались вами. А где вот эта бегущая страничка вот этих фотографий, здесь всегда должны быть только ваши фотографии. И даже если картинка появилась, ее необходимо удалять. Там есть крестик в правом верхнем углу, вы удаляете, и, соответственно, вы просто-напросто, всегда вы и люди на вас смотрят. Так, тут есть еще сообщение. Это интересно, но это долгосрочная перспектива для тех, кто пришел зарабатывать здесь сейчас. Это иногда отпугивает. Люди просят рекомендации, дающие быстрый результат. Я согласна, что это на долгосрочную перспективу. Это страница продающая, однозначно. Это рабочая страница, которая призыв к действию сразу же. Но по поводу вот отпугивают, не совсем поняла вашего комментария. Последняя картинка понравилась, а лицо должно не разбитым на сегменты. Согласна, но в любом случае, вот это по психологии запрещено, но в любом случае я вам показала варианты, как это интересно смотрится. Давайте посмотрим следующее. Спасибо за ваши отзывы и мысли. Вот когда вы посмотрите на свою страничку, то есть домашнее задание, вам обязательно зайти на свою страницу и посмотреть взгляд со стороны, как она у вас выглядит. Что лишнее нужно поубирать. То есть пошерстите, сделайте генеральную уборку на своих страницах. Может быть у вас видео, которые вообще не подходят ни вам как личности, ни в компанию Фаберлик не относятся. Потому что, например, вы можете выкладывать видео, которые показывают ваш характер. То есть грамотные, интересные, то есть такие видео, которые будут вас продвигать как личность. Вы можете такие видео, но если есть видео у вас, которые вас, как говорится, ну, может быть, в кавычках, порочат, убирайте однозначно. Если у вас есть группы, в которых вы включились в эти группы, и они вас порочат, то тогда убирайте, уходите из этих групп. Просто сохраните себе на рабочий стол, например, ссылочку в компьютере. Если уж вы так хотите туда ходить, вы можете всегда зайти и посмотреть. Но не включайтесь в эту группу, не подписывайтесь, потому что люди, когда они заходят, они смотрят, какими группами вы интересуетесь. И я как-то раз с одним человеком решила познакомиться, начали общаться через соцсети, начали говорить про бизнес. А когда я зашла в подборку групп, где был этот человек, я поняла, что человек действительно незрелый, потому что там было и про секс, там было и про какие-то вообще страшные группы, в которые я вообще никогда бы не зашла. Там вообще, вот я поняла, что у человека вообще в голове сумбур, потому что вас считывают по вашей странице и уже смотрят, дружить с вами или нет. Владимир нам написал, на картинке отпугивают страницы, привлекают, но те, кто ищут подработку, не всегда могут, не могут должное время этому уделять, и не видя быстрый результат уходят от нас. Владимир, вы не о том говорите. Сегодня у нас пришли люди, которые хотят продвигаться в соцсетях. Если человек уходит и не хочет должного внимания уделять своим страницам и работе в соцсетях, тогда, если он не ходит на все обучения, не выполняет все правила, которые мы говорим, ну, значит, этот человек просто пришел попользоваться, ну, и где-то так слегка подзаработать. Это не тема профессионализма. Мы даем эти обучения, которые сейчас Дарья и я, это тема профессионализма, как профессионально себя продвигать в соцсетях. Если это не ваш выбор, кого-то, кто сегодня присутствует, никаких проблем, вы можете уйти с обучения. Мы даем, как профессионально себя продвигать, на длительную дистанцию, на будущий бренд, на то, чтобы действительно не просто подрабатывать, а еще и зарабатывать крупные деньги и действительно подниматься по статусу. У меня первый новичок, мама в декрете, которая была зарегистрирована на обучающем сайте, ушла, сказала, что за три месяца ей не сделано ни одного заказа. Владимир, вы не тему соцсетей задеваете сейчас. Вы задеваете тему наставничества и сопровождения. Давайте я вам сброшу видео по наставничеству и сопровождению. Вы тогда поймете, где вы, может быть, сделали какие-то промахи. Потому что привлекать правильную целевую аудиторию, именно эта правильная целевая аудитория, на что приглашаете, то и получаете. Если у вас приглашение, не именно у Владимира, а я говорю вообще, у всех у нас, если приглашение на свои страницы, привлечение на свои страницы неправильное, вот что мы позиционируем, то мы и получаем по итогу. Если мы правильно себя позиционируем, к нам приходят правильные люди. Итак, как создать идеальный пост? Потому что помимо вашего внешнего облика соцсетей, у вас есть еще и то, о чем вы пишете. И сейчас мы рассмотрим несколько факторов, которые помогут вам правильно и грамотно составлять именно посты. Ряд нехитрых правил, о которых нужно помнить. Первое. Уже в первой строчке человека надо заинтересовать, затянуть публикацию. Понаблюдайте, что у многих, к кому вы заходите, кто вам интересен, всегда стоит, знаете, как слоган начальный в посте. То есть какой-то призыв к действию, или какой-то вопрос, или какой-то вообще, который вызывает вот какое-то неудовлетворение, несколько фраз. И человек уже зацепляется за это, и начинает двигаться, идет на чтение. Поэтому в самом начале сразу должна быть фраза, которая заинтересует и привлечет, и затянет. Второе. Расскажите в нескольких предложениях, чем пост интересен, и что полезного узнает подписчик, прочитав его полностью. Здесь можно, знаете как, если вы будете много описывать, это здесь вы узнаете о том-то, о том-то, то человек может прочитать и все. А если вы это сделаете очень интересно через свою историю, вы можете написать, вот я раньше думала так, но когда я начала работать, начал делать вот то-то, 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 то у меня получилось то-то, то-то, то-то. Соответственно, сегодня я поделюсь с вами вот этой наработкой, вот по этому направлению. И человек дальше заинтересовался. Как говорится, он, знаете как, он еще больше закусился и заинтересовался, а что же будет дальше. Третье. Слайды, кстати, я сброшу вам, поэтому вы сможете потом ими воспользоваться и более внимательно их поизучать. Третье. Главное. Польза для читателя. Это самое главное. Рассуждение на тему, там непонятно какую, без пользы, бесполезно. Обязательно польза в посте должна быть. Если вы пишете, например, заметки, которые свыше пяти тысяч знаков, лучше, конечно, писать более короткие. Длинные заметки не все могут читать. Не всем нравится. Не у всех достаточно времени читать большие заметки. Ну вот у меня, я столкнулась с тем, что у меня, я пишу заметки на две тысячи двести, на две с половиной, иногда на три тысячи знаков. Но не получается у меня меньше. Ну а потом я поняла, почему не получается. Потому что я вначале даю обзор, потом я даю, что нужно исправить, а потом рекомендации, как это сделать. То есть у меня получается мини-статья. И в соцсетях можно такие мини-статьи делать. Вот обратите внимание, если все-таки вы пишете большой пост, лучше, конечно, более короткий. Но если большой, тогда здесь очень важно попасть в более аудитории. Об этом вам говорила Дая, как найти более аудитории для того, чтобы именно направить туда. Здорово написанные, полезные, интересные вот такие посты, где человек зацепили за его боль и показали, как нужно сделать, и что он может сделать, чтобы эта боль прошла, то читатели обязательно найдутся. Они с удовольствием будут читать ваши посты. Если они один раз увидят, что у вас большой пост, но он настолько интересный, он настолько полезный, он настолько вот-вот-вот грамотный и настолько вот действительно его завлекает на одном дыхании, он буквально идет по этому направлению, то значит в этой ситуации он будет читать и следующие ваши большие посты, потому что вы стали для него интересным. Четвертое. А вот рекламные посты лучше все-таки делать короткими. Рекламные, продающие посты, вот их лучше делать короткими, потому что человек пока будет читать, он может потеряться в этом посте. Если вы делаете призыв к действию, то вы обязательно делаете призыв в начале и в конце, а в середине вы описываете то, что вы хотели донести. Они должны быть короткие, иначе многие люди просто не дойдут до вашего предложения, вы потратите деньги впустую, если это реклама. Если вы это пост, то многие просто уйдут, потому что им некогда. Не все любят читать продающие посты. Уже сейчас контингент стал действительно люди, кто находится в соцсетях грамотный. В каком плане грамотно? Они уже, знаете, уже переели этих вот продающих постов от многих сетевиков. Уже они переели вот этого спама, напористости, наглости многих, вот те, кто продвигают очень некрасиво. И поэтому, когда они видят продающий пост, то они шарахаются от него. Они даже на него не кликают, и даже его не смотрят. И очень часто не лайкают. Но если вы этот даже продающий пост сделаете полезным, то есть вы вначале даете полезность, а потом призыв к действию, то тогда он будет однозначно продающим. И он будет отличаться. Продающий пост обычно на нем больше не ваша фотография, а больше картинка. Или о продукте, или о нашем сайте, или еще какая-то бизнес-картинка, какой-то баннер, который уже сам баннер привлекает внимание. Я вам, я говорю, я покажу, можете зайти на мою страничку, вы увидите. У меня, я вот специально сейчас начала делать продающие посты каждый день, по одному посту. И они у меня абсолютно все разные. Разные баннеры, и разные направления, полезные для людей. И после этого уже призыв к действию. И уже люди могут выбрать это. Поэтому посмотрите, как я это сделаю. Я думаю, что это для вас будет как подсказочка. Так, дальше мы смотрим. Пятое. Обращайтесь лично к читателю. Лично к нему обращайтесь. Знаете, как будто бы вы с ним разговариваете в посте. Можно там использовать такие формы, например. А как вы думаете? Вот я, я вот думала вот так, вот так вот. Или вы, наверное, или вы к нему обращаетесь и говорите, вы, наверное, думаете, что все это зря. Давайте посмотрим дальше. Почему я считаю, что это не зря? И может быть, ваше мнение изменится? То есть, как в жизни вы разговариваете, разговариваете в посте. Тогда человек не будет чувствовать, что вам, что ему что-то хотят донести. Он будет читать, как будто бы поговорил с вами. Пробуйте такие варианты. Обращайтесь к читателю лично. Соцсети – место для взаимодействия человек-человек. Когда вы пишете пост, представляйте кого-то, кто сидит на той стороне экрана. Представляйте, как он читает и как он это воспринимает. Шестое. Пишите вместо слов компания, офисные, руководство. Пишите «я», «мы», «наш». То есть, знаете как, свою сопричастность к команде. Мы с нашей командой. Или моя любимая компания «Фаберлик». Или в нашей компании «Фаберлик». Например, вот такое. Или на наших обучениях. Пишите вот это. Получается, что вы отождествляете себя вот с тем, что… То, что вы пишете. Человек, читая это, он понимает, что вы не о ком-то рассказываете, а вы рассказываете конкретно про себя. То есть, знаете как, через себя вы пропускаете эту информацию, и человек совершенно по-другому воспринимает ее. Седьмой пункт. Хорошо работает личное обращение к читателю на «ты». Но не всегда это хорошо, потому что, например, когда мне пишут «Привет, ты здесь?», меня это коробит. Ты кто такой, чтобы обращаться ко мне «ты?»? Но в соцсетях и в системе молодежи приветствуется обращение на «ты». Обращение так… Если даже на «ты», то оно должно быть обязательно корректным. Но я обращаюсь на «вы». Мне так комфортней. Мне так комфортней, а потом я могу с человеком перейти уже на «ты». Такое обращение без фамильярности, если без фамильярности, а, например, знаете как, если ты сможешь сделать вот эти шаги, если ты поверишь мне в посте, например, и это сделаешь, то ты увидишь, насколько изменится твоя жизнь. Потому что в свое время я так сделал. Поверь мне, я часто вот пишу эту фразу, она такая смешная получилась, необычная. «Поверьте, проверено курячий». Вы можете какую-то фразу придумать свою, потому что эта фраза будет вашим эксклюзивным слоганом, которым вы можете заканчивать любой пост. Вот такие нефамильярные обращения, ты или вы, но нефамильярные, делают пост более живым, похожим на дружескую беседу. Давайте перейдем далее, мы рассмотрим еще несколько пунктов для создания постов. Восьмой пункт. Пишите так, как разговариваете. Ну, то, о чем я вам говорила, как будто бы вы беседуете. Пишите легким, простым разговорным языком. Когда вы на простом разговорном языке переносите информацию, доносите информацию до человека, ему несложно читать ваш пост, он увлекается, как будто с вами поговорил. Девятое. Это идеальный стиль для соцсетей. Ну, вот именно разговорный язык. Люди здесь общаются, они не хотят читать официальные обращения от компании. А многие берут, копируют официальные обращения от компании, вставляют картинку от компании и ждут, когда же у них зарегистрируются консультанты. Грубейшая ошибка. Ваши слова, обращения, разговоры больше к вам привлекут. Десятое. Разговорный язык не обязательно простецкий. Не такой, блин, там, трататусички. А он... Не нужно пытаться стать своим в доску. Вот различайте этот момент. Разговорный... Это потому, что вы выглядите... Вот если будет своим в доску, это будет выглядеть фальшиво и будет отталкивать читателя. А если это будет такой культурный, воспитанный, но разговорный язык на простых словах, вот здесь вот действительно на вас придут и начнут вас уважать. Потому что вы не одеваете корону, даже продвигая какие-то... Знаете как? Есть такой фильм, называется... Ознакомьтесь, Джо Блэк. Кто смотрел, поставьте мне, пожалуйста, единички. Кто не смотрел, поставьте пятерочки. Это такой мистический фильм. И там очень много фраз, которые действительно меня восхищали. Я эти фразы прям записывала. И есть там одна фраза. После вскрытия слипнется от патоки. То есть вот эти вот, знаете, как большие... Ой, ну вот это так вообще супер-пупер... Вот прям трататусички. Да это вот вообще восхищает. Да это тратата. Вот таких слов... Вот эти вот помпезности не нужно одевать. Если вы будете на разговорном, но в то же время в таком, знаете как, элитно-разговорном, элитарном разговорном языке разговаривать и создавать посты, то вы будете действительно очень интересны для читателя. Спасибо тем, кто написал, кто смотрел, кто нет. Кто не смотрел, рекомендую посмотреть этот фильм. Конечно, когда вы его будете смотреть, вы не смотрите. Вот некоторые смотрят, потому что там очень много про любовь. Там очень много про предательство. Смотрите на фразы, которые произносят герои, потому что эти фразы, они дорогого стоят. Там огромное множество таких фраз удивительных, которые применимы в бизнесе, в жизни, для постов. Вы их можете использовать. Когда вы смотрите интересные фильмы, то обязательно записывайте какие-то фразы, которые вас восхитили. Вы потом эти фразы можете использовать в постах, и вы действительно будете уникальны и очень интересны. Давайте будем двигаться дальше. Когда вы напишите пост, вот одиннадцатый пункт, обязательно прочитайте готовый текст вслух. Если он звучит неестественно, отредактируйте еще раз. Пусть лучше займет это больше времени, зато вы будете четко понимать, что ваше сообщение очень интересное. Двенадцатый пункт. Добивайтесь обратной связи в своем посте от читателя. Обратная связь – это комментарии, лайки, репосты. То есть можно произносить определенные фразы там в конце поста. Если вам был интересен мое сообщение или мой пост, поставьте мне лайк. Или, например, задать вопрос в конце. Скажите, а как бывает у вас? Так ли, как я написал, или как-то по-другому? То есть просите обратную связь. Просите за перепост своего сообщения. Делайте вот такие фразы. Чем их больше, вот таких вот репостов и комментариев и лайков, тем выше оценивают пост алгоритмы умной ленты. То есть умная лента, в каждой соцсети есть алгоритм умной ленты, и она автоматически вас поднимает в топах. Добавляет в конце поста призыв к действию. Вот очень важно добавлять в конце поста призыв к действию. Не обязательно регистрация. Не обязательно... Не делайте в каждом посте призыв к действию, зарегистрируйтесь ко мне в команду или там в компанию Фаберлик. Нет. Призыв к действию – это на общение, на обратную реакцию, на обратную связь. Не на оценку, а на обратную связь, на комментарии дополнительные. Призыв сделать... Вот смотрите, вот еще раз повторяю. Например, призыв сделать репост или поставить лайк. Это может быть банальная фраза. Если было полезно, ставь лайк. Призыв к обсуждению. Пусть люди делятся своим мнением в комментариях. Спросите их, что они думают по этому поводу. Случалось ли с ними что-то подобное, случалось или нет, похоже. Как они решают те или иные проблемы. То есть вам не все равно просто написать. Человек, когда читает в конце вот этот призыв... Можно создать опрос. Правильно, Алена, говорите. Вообще вот призывов к действию их огромное множество. Я вам всего два написала. Дело в том, что когда человек в конце читает правильный призыв к действию, то он понимает, что вам не все равно его мнение. Что вы не просто выложили, потому что вам кто-то сказал наставник, или вы потому что решили это выложить. А что вы действительно хотите продолжения общения. И вот такие посты, они работают совершенно по-другому. Давайте посмотрим еще на один слайд. Я попробую его увеличить. Поставьте мне восклицательный знак, у кого хорошо видно, и минус, у кого видно плохо. Я просто вот такой пример вам сфотографировала. Обычный разговорный язык. Но я немножко увеличу для себя, потому что мне плохо видно. Самый... Вот это пост. И в принципе он действительно очень интересный пост. Интересно написан. Самые банальные страхи, которые держат мужчину в обычной жизни. Боязнь потерять лицо. Боязнь выглядеть некрасиво. Боязнь осуждения и негативной оценки. К счастью, мы живем в таком мире, когда не приходится каждый день получать по лицу. Но каждый день приходится преодолевать себя и звонить человеку, которому неудобно звонить. Начинать какой-то разговор, какой-то неудобный... Который неудобно начинать или осознанно вступить в конфликт, защищая свои интересы или интересы близких людей. И для того, чтобы быть счастливым и реализовать себя, важнее преодолеть именно эти социальные страхи, чем страх получить по лицу или страх высоты. Я буду рад, если в комментариях ты поделишься, что пугает тебя больше всего и что ты с этим делаешь. Напишите по одному слову, какие ощущения вызвал вот этот вот такой пост в ваших душах. По одному слову буквально, потому что время прошло очень много, я понимаю, что вас долго держать не могу. По одному буквально слову. Какие эмоции вызвало у вас именно это сообщение? Пишите, вижу. Я пока парочку глотков сделаю. Ответить захотела Галина. Правильно. Еще кто-нибудь напишет? Ждем. Для меня вот вообще необычный такой пост, потому что в самом начале, не знаешь, о чем будет идти в конце речь, но настолько взаимосвязаны. Я бы не написала ответ. Это копание в себе. А, но в любом случае, Ален, вы среагировали. Может быть, вы не ответили бы, но для себя что-то такое бы произошло. Вот для меня был, знаете, чем интересен пост этот? Во-первых, была шутка, что каждый день получить по лицу. Это шутка. И действительно, есть человек, который умеет над собой посмеяться, он посмеется. Может, слишком лично, но лайкнула бы. Да, согласна. То есть, вот он какой-то, знаете, такой ненапрягающий. Вот этот пост ненапрягающий. Хотя, в принципе, о чем-то глубоком. И в какой-то момент, может быть, если комментарии не будешь писать, то, по крайней мере, начнешь задумываться, а касается ли это меня, а есть ли такое у меня. То есть, вот и соединение. Видите, между абзацами очень хорошее соединение, переходы, которые увлекают дальше. Этот пост может быть лично полезно. Но те, кто это перепостят, вряд ли сделают покупку или придут в команду на бизнес сразу после прочтения. А те, кто ищет товар или бизнес, вряд ли сделают репост. Не, я согласна с вами, Владимир. Абсолютно правильно. Я вам показала, как образец. Ведь просто, если основываясь вот на этих принципах, о которых мы сегодня с вами говорили, и выстраивая каким-то подобным образом, но говоря совершенно о другом, о бизнесе, о продукте, например, об каких-то вот ситуациях. Здесь есть все. И начало интересное, и боль, и шутка, и решение проблемы, и призыв к действию. Я просто таких репостов можно найти огромное множество, которые конкретно направлены и к компании Фуберлик, и к МЛМ-индустрии. Но вот я просто вам хотела показать, как вариант, который... Мне немножко здесь не нравится расположение, потому что я бы все-таки сделала формирование по-другому фраз, чисто общий внешний облик. Но, в принципе, он сделал разделение все равно по абзацам, и это действительно очень интересно такое. Как же выйти из этого замкнутого круга, как вариант интересный пост. Хорошо, спасибо. Смотрите, я вам сейчас открываю последний слайд презентации, и ваша главная задача это стать интересным и читаемым. Это одна из первичных задач, которые вам нужно сейчас реализовать. Поэтому я не написала домашнее задание, оно у вас самое простое. Вам нужно зайти на свои странички. Ну, естественно, предыдущие домашние задания, которые давала вам Дайя, их нужно доделать, если вы не доделали, потому что одно вытекает из другого. Второе, прийти на свои странички и сделать генеральную уборку на своих страничках. Посмотреть, какие посты вы делаете, посмотреть, как они выглядят, как они расположены, как они информационно, грамотно расположены. И попробую сейчас открыть. О, мне кажется, наверное, получится запустить запустить публикацию экрана. Ну-ка попробуем. Ура! Кажется, получается. Коллеги, когда откроется показ экрана, пожалуйста, поставьте мне плюсики, чтобы я понимала, что вы видите экран. Он пока загружается. Загружается экран. Сейчас я зайду к себе в ВКонтакт и еще открою одну страничку в Инстаграме. Хочу вам показать то, что я вам обещала. И, наверное, мы будем сегодня закругляться, просто как рекомендации покажу. О, вы видите, я хожу, отлично, все, замечательно. Давайте зайдем вначале на мою страничку, на мою страничку ВКонтакте и посмотрим то, о чем я вам говорила. Вот здесь для меня было важно показать и женщину, и бизнес-леди, и элегантность. Поэтому я себе сделала вот такую аватарку. У меня написано полностью имя, фамилия и даже девичья фамилия для того, чтобы меня нашли мои знакомые, которые меня знают под этой фамилией. Это специально осознанно сделано. У меня в самом начале написано, набираю команду людей на быстрый старт в нашем интернет-проекте Faberlic Project, писать в личку. Потому что вот здесь вот, когда вы пишете, можно транслировать музыку в статусе, а можно вот здесь вот, если вы ссылочку вставите, она не будет рабочей. Поэтому вы когда нажимаете вот на это место, вы можете поменять и написать то, что вы хотите. Поэтому вот здесь очень важно написать, что вы делаете и зачем вы вообще на этой странице. Вот здесь я позиционирую, что я делаю. Обязательно в своем день рождения я не стесняюсь абсолютно своего возраста. И пусть люди смотрят и понимают, сколько мне лет. И это наоборот плюс мой адрес. Я не стесняюсь своего города, где я живу. Место работы, видите, они все, опс, извините. Место работы бизнес-тренер в сетевом бизнесе. Обучаю и строю сети через интернет. Если вот я сейчас сюда нажму, эта ссылочка выведет на определенную страницу. Так, странно, не вывела. Должна была вывести, странно, почему-то не вывела. Ладно, хорошо, проверю ссылочки, может быть, слетела. Веб-сайты. Обратите внимание. Мой обучающий блог, ссылка рабочая. Человек может пойти посмотреть про меня. Faberlic Project.com. Это ссылка на регистрацию на наш рекрутинговый сайт. Это мой YouTube-канал. Вот здесь все ссылки, они рабочие. Человек, если захочет посмотреть, кто я и что я, он может дополнительно посмотреть. В полезной информации у меня указано и город, и язык, какой у меня родной, и дети мои, и мой Skype. Хотя сейчас Skype не работает у меня, я его отключила, он плохо работает, заполняет полностью пространство всего компьютера, я его отключила, но все-таки я оставила, потому что иногда бывают сообщения на мой Skype. Здесь, к сожалению, жалко, что нету WhatsApp, Viber, можно было бы вставить и эти вот. Ну вот если редактировать, можно поправить. Место работы где? Faberlic квалификация, Рубиновый директор. И вот здесь вот уже образование мое, факультет и мои интересы. Жизненная позиция и мои интересы. Огромное множество различных интересов для того, чтобы можно не писать столько много, не все будут читать, можно добавить самое ключевое, самое важное для людей. Ну, у меня описано, я стирать уже не собираюсь. Дальше, смотрите. Если, ой, открыть полный список, огромное множество, видите, у меня очень много. Поэтому сейчас мы сократим, уберем, вот это соединим обратно, моя страничка. Смотрите, если вы не делаете, например, вот такую общую картинку, как я вам показывала, то достаточно, чтобы была ваша фотография, хорошая фотография. Чтобы у вас вот здесь вот были вот посты, то есть ваши фотографии. Причем можно сделать очень интересный такой шаг. Можно взять, например, вот, вот видите, скрыть крестик. Вот если вы на него нажимаете, у вас высвечивается следующая фотография. И вы можете сделать, вернуть, знаете как, чтобы разные из разных серий были фотографии. Например, вы можете скрыть вот здесь вот, и у вас высветится следующая фотография. Если вы не хотите, то вы можете отмену нажать, и у вас здесь все восстановится и встанет на свои места. Важно другое, чтобы здесь не было картинок и не было непонятно чего. Здесь должны быть только вы, или вы с вашими коллегами, или вы с вашей семьей, вы с вашими друзьями. Я вернусь назад, видно ли все отлично. Если что, пишите вопросы, потом я на них отвечу. Это вот как выглядит страничка. Теперь далее. Смотрите, у меня посты большие, я вам сразу говорила. Но у меня, я вставляю хэштеги. Видите, ну что, продолжим тему уверенности. Почему сделала так, чтобы люди могли нажать на хэштег, и уже когда они нажмут уверенности, то высветятся и мои посты, и другие посты, и по поисковикам высветится огромное множество постов про уверенность. То есть, это люди и ищут, и, соответственно, они могут прийти ко мне на хэштег. Точно так же они могут найти и мои посты. Вот, смотрите, как я привыкла располагать свою текстовую гамму. Обратите, вот текст как располагать. Видите, по две или по три, то есть отдельными конкретными абзацами. Я к этому привыкла, меня к этому приучили, я по-другому не могу. Да, длинный пост, поэтому, чтобы его, он был читаем, потому что некоторые очень быстро читают, и не могут длинный пост прочитать. Поэтому я делаю вот такие четкие, знаете, как указатели, для того, чтобы человек увидел, что самое важное. И в конце я уже всегда пишу, во-первых, хэштеги, во-вторых, помните это, помните это, тренируйтесь, поверьте, проверено курячий. Я не делаю здесь призыв к действию, потому что у меня задача немножко другая. Я немножко для другого делаю посты. Но в промежутках между вот такими, общего формата, я делаю вот такие посты. То есть я беру, фотографирую фотографию, это наш скрин с нашего сайта рекрутингового, и там огромное множество, что можно сфотографировать полезного. Это готовая картинка. И здесь я уже делаю более направленное, сейчас, секундочку. Я делаю более направленное, знаете как, тема для интереса, но в начале обязательно ставлю, если кто-то не захочет читать, чтобы он прошел сразу на наш рекрутинговый сайт, и в конце обязательно ставлю эту ссылочку. Если пост очень длинный, то ставлю в конце и в серединочке, чтобы независимо, докуда дочитал человек, чтобы он нажал и попал сразу же на наш рекрутинговый сайт, и уже начал движение по нему. Вот, это вот специально делаю так. Делаю специально на рекрутинговый сайт продвижения для того, чтобы, если вдруг на мою страничку зайдут ваши люди, которые вначале проходили на ваш сайт, чтобы они зарегистрировались все-таки к вам. Видите, у меня идут промежутки, то есть пост про уверенность, пост про призыв к действию. Пост про уверенность, ну или какой-то пост дополнительный, который поднимает настроение с музыкой. То есть вот такие посты обычно, они хорошо лайкаются, они перепостываются, для людей это интересно, и они даже, ну и пишут комментарии, в принципе, вот так вот. А здесь вот особенно большое количество этих желающих было, потому что здесь очень много полезного материала про книги, про книгу. Вот смотрите, обязательно проверьте свои группы интересные страницы, вот здесь вот проверьте, и посмотрите, куда, на кого вы подписаны. Если вы подписаны непонятно на от кого, непонятно, что у вас здесь. Ну да, я люблю котов, поэтому я подписана на эту группу, я этого не стесняюсь. Я интересуюсь телеграммом, я этого не стесняюсь. То есть у меня, это не все их намного больше, я не буду уменьшать, я просто вам показываю, прошерстите, проверьте. И обязательно проверьте свои фотоальбомы, свои фотографии, на что они направлены. Потому что фотоальбомы, они должны быть определенного направления. То есть они должны быть, ну как, о чем-то рассказывать, а не просто так. У меня 81 альбом. Есть сохраненные фотографии, которые мне просто нравятся, от которых я ухахатываюсь. Но почему бы нет, они полезные и очень такие интересные для меня. Есть про меня, есть про мою команду, ну и многое другое о моих путешествиях, о какие машины мне нравятся. И прикольные высказывания. Поэтому посмотрите, фотографии у вас выложены в этом, как его, выложены у вас в альбомах или нет. Человек, если захочет поинтересоваться, он узнает, кто такой вообще, куда он зашел. То есть это первично. Сейчас я вам покажу то, что я вам обещала. Сейчас покажу. Например, набираем фаберлик. Просто фаберлик набираем. И делаем поиск. Так, люди, немножко по-другому. Друзья, сейчас по-другому сделаю тогда. Это приму сейчас. Секундочку. Фаберлик. Фаберлик. Вот смотрите, я набрала фаберлик. Хорошо, здесь вот люди пошли. Но очень часто, ну вот слава богу, что люди стали по-другому делать. Ну вот, например, смотрите, сколько похожих фотографий, например. Видите? Вот фотография. Мы все ее знаем. То есть узнаваемость, видите, картинки. Если вы делаете, вот уникальная картинка. Вот смотрите, она необычная. Вот необычная картинка. То есть, если вы ставите картинку, она пусть будет необычной. Но не за... Ну вот смотрите, я набрала фаберлик, а у меня выходит Полина Федорова, которая в трусах. Ну это что такое? Это же безобразие полное. То есть вот, если вы вот так вот начнете искать, то вы найдете очень много. Многих таких вот людей, которые, ну вот вообще непонятно что. Вот смотрите, вот одинаковых целая куча. Ну сами посмотрите, целую кучу увидите. Так, теперь мы переходим с вами в Инстаграм, то, что я вам хотела показать. Загляну к вам. Так, вопрос. А товары нужно выставлять на своей странице или не обязательно? Товары какие? По продукции, если ваша целевая аудитория на привлечение именно клиентов со скидкой, людей, которые будут покупать и может быть продавать, если это ваша целевая аудитория, тогда да. Вы просто выставляете... Вы можете делать, знаете как? Чтобы, например, один пост вы делаете с фотографиями о продукте, один пост вы делаете такой, мысли от себя, как это лучше делать или чем это уникально. То есть вы должны быть обязательно в... Так, еще раз. Вот в день можно делать два-три поста. Вы берите... С утра вы будете, можете делать про себя со своей фотографией. Днем вы можете делать именно про продукцию. Вечером вы можете делать призыв к действию именно на регистрацию. Для того, чтобы стать привилегированным покупателем. Разделите. Но вы должны быть обязательно. Просто в самом посте должна быть очень важна ваша целевая аудитория. Лучше группы отдельно. Ну а группы отдельные это вообще намного лучше. Если у вас есть группы отдельные, то вам будет намного проще. Вы сможете всегда сделать ссылочку на свою группу и без проблем. Так, если я работаю, могу что-либо выложить только раз в день. Алена, ну вы подготовьте просто... Вы можете и больше. Вы можете подготовить заранее несколько постов. И вы тогда можете... Утром вы проснулись, пока вы на работу не ушли, у вас уже готовый пост, вы его отправили. Вечером вы пришли, и вы уже отправили. Если у вас готовый вообще текст, готовые картинки, то вам достаточно только просто сбросить. Это очень быстро. Так, не успеваю за вами. Именно ввиду в левом меню можно вставить с ценой продукции. Коллеги, вот я вам просто объясняю, если вы просто-напросто делаете посты. Если вы пришли и хотите продвинуть свою соцсеть, нужно делать посты 2-3 раза в день. Один раз можно. Регулярно нужно. Если вы пропускаете хотя бы один день, то люди, меньше, начинают вами интересоваться. У меня уже продвинутая страница, меня уже просто знают многие. И поэтому даже если я там исчезла на день или на два, то как только я появляюсь, все бегут смотреть и читать меня. У вас немножко другая ситуация. Если вы хотите продвигаться, изучите возможность, наймите помощника, наймите своего ребенка, пусть он выкладывает эти посты. Подготовьте их заранее. Я теперь хочу показать про Инстаграм, но я хочу не свой Инстаграм показать. Хотя, в принципе, я здесь выкладываю, у меня нет специализированной схемы. Просто разные фотографии мои. И под них я выкладываю именно разную полезную информацию. Но я хочу вам показать кое-кого другого. Скоро у Дарьи у нашей будет такое же направление. Я Светлану вам Устратову покажу. Она сейчас выбрала направление. И действительно сейчас очень хорошо работает эта схема. Посмотрите, пожалуйста. Но ее нужно самим очень долго делать. А если заказывать, то очень красиво смотрится. Обратите внимание. Видите, все посты соединены. Здесь, конечно, разделяется это на компьютере. Разделение идет. А вообще, если зайти в Инстаграм, вы увидите, что все посты вместе с собой соединены. Куда-то тушь зашла, куда-то это. И очень красивый дизайн получается. То есть вы заходите в Инстаграм. Раньше было вот так у Светланы. Супер было. Шикарные фотографии. Потрясающие сообщения. Сейчас она сделала направление вот такое. То есть она поработала с дизайнером. И дизайнер подготовил вот такие красивые фотографии. Вставил ее туда, картинки. И получается очень здорово. Знаю, что Дарья сейчас заказала, ей подготовили вот такую страничку. Она скоро будет, под них пишет посты. И это будет очень красиво. Поставьте мне, пожалуйста, плюсики, кому понравилось. И да, здорово. Вообще шикарно. Причем, знаете, таких вот страничек огромное множество. Огромное множество. Если вы начнете смотреть, то, в принципе, очень интересно развивается Инстаграм. В нем, ну, хорошо бы было бы вот сделать вот такой красивый формат. Но даже если вы пока не умеете, то не делайте, пожалуйста, безобразные форматы. Вот вам домашнее задание обязательно зайти в Инстаграм и просто полистать некоторых людей. Вы просто увидите, что у некоторых людей вообще непонятно. Непонятно, куда привлекают. Если бы, вот, если они никуда не привлекают, ну, пусть бы тогда просто бы сбрасывали бы какие-то красивые свои фотографии и что-то бы интересненькое такое давали. А то не поймешь, там чего только нету. Если у меня есть направление бизнес и руководство и целевая аудитория моя, предприниматели, сетевики, то я в этом направлении и даю все посты и все рекомендации. И даже показывая свою жизнь, я все равно показываю именно в этом направлении. То есть люди приходят, они знают, что можно от меня взять. А если они приходят и не понимают, о чем человек, сумбур полный, то однозначно не подпишутся и однозначно не захотят общаться с этим человеком. Коллеги, очень долго я с вами вам говорила. Вы меня простите, что я вас так сильно задержала. Но думаю, сегодня вам было полезно. Поэтому у меня огромная к вам громадная просьба. Просмотрите свои страницы, еще раз повторяю. Сделайте ревизию на своих страницах, пожалуйста. Поправьте все полностью, чтобы у вас были красивые странички, потому что ваша задача стать интересными и читаемыми. Удачи вам и высоких достижений. До свидания. До новых встреч. До новых встреч.